Сегодня судьи Конституционного суда признали устаревшим закон о функционировании языков, который наделял русский язык статусом языка межнационального общения, а также гарантировал использование украинского, русского, болгарского и языков других этнических групп, проживающих на территории республики, для удовлетворения их национально-культурных потребностей. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, этот документ является недействительным. Что из этого следует? Каков теперь статус у русского языка и будет ли вообще этот статус как-то законодательно гарантирован? Как воспримут это те, кого принято называть русскоязычными? Ответы на эти вопросы в самое ближайшее время. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. Я представляю моих гостей, которые добрались сегодня до Полюса. Я рассчитываю, что вместе со мной нам удастся ответить на те вопросы, которые я поставила в самом начале программы. Ну, конечно, первый вице-председатель партии национального единства Анна Гуцу. Добрый вечер. Политолог Зураб Тодо. Здравствуйте. И журналист, глава ассоциации русскоязычных журналистов Юлия Семенова. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот такое у нас решение. Скажу сразу. После того, как стало известно, что Конституционный суд в такой формулировке принял свое решение, я перезвонила очень многим юристам, в том числе бывшим главам Конституционного суда. Они сказали следующее. В принципе, Конституционный суд, так принято, может что сказать? Закон является конституционным или неконституционным. Вот такая формулировка устаревший, не устаревший. В принципе, это не дело Конституционного суда. Но у нас уже трудно удивить какими-то решениями Конституционного суда. Вот они такие, какие они есть. И мне интересен ваш комментарий. Зураб. Вообще, трудно очень комментировать сразу вот это событие, потому что сразу возникает масса вопросов. Меня в первую очередь интересует, в какой части отменен этот... Он полностью отменен или отменен в конкретно какой-то части, касающейся сурского языка. Если полностью этот закон определял действия и государственного языка, по поводу которого относительно названия до сих пор существуют дискуссии, молдавско-румынский. Я называю его румынский, сколько молдавско-румынский. Но и касался этого языка, понимаете? Возникает вопрос, если этот закон отменен, как дальше, собственно говоря, будет регулироваться вопросы, касающиеся языка молдавского, румынского, русского и остальных, понимаете? Да. Вообще, я думаю, что это можно сравнить с открытием ящика Пандоры, с открытием нового какого-то этапа и все, что было до сих пор. Получается, что даже выборы мэра, они бреднеют перед тем, что мы сейчас имеем. К сожалению, Конституционный суд не первый раз удивляет нас своими решениями. Действительно, вместо того, чтобы определять, соответствует тот или иной закон Конституции или нет, он берет на себя слишком много функций и уже неоднократно вмешивался в действиях парламента, и правительства, и президента. Ничего хорошего из этого я не вижу, ничего хорошего не последует. Я думаю, что это начнется очередная волна противостояния по данному вопросу. Вопросы непростые. Мы все знаем из истории Молдовы, что на рубеже 80-90-х годов это вызвало очень серьезное осложнение внутриполитической ситуации. И очень не хотелось бы, чтобы Конституционный суд поучаствовал в том, чтобы мы вернулись в то время. Благодарю вас. Госпожа Гуцу, ваш комментарий. Я думаю, что, по-моему, даже не следовало спрашивать у Конституционного суда мнение о законе 1989 года, потому что я как лингвист, в первую очередь, во вторую очередь как политик, давно придерживаюсь этого мнения, что закон 1989 года устарел. И, будучи еще депутатом, в 2012 году я предложила новый закон о лингвистической политике в Республике Молдова, который, конечно, отлежался до 2014, а потом его выбросили на помойку, потому что пришел новый парламент, это никого не интересовало. А если не секретовский язык там, у вас оставался языком межнационального общения? Нет, этого понятия там даже не было. А какой-то статус у вас был, вот, в вашем законопроекте? Да, в моем законопроекте был статус для всех миноритарных языков, следуя европейским директивам, всем резолюциям ИПС, и Совета Европы, и всем наших обязанностей перед европейскими институтами, чтобы обеспечить миноритарным языкам развитие, так сказать, преподавание в школах. То есть вас не смутил тот факт, что если половина населения говорит, все-таки это миноритарно? Почему половина населения? Даже больше половины населения знает русский язык, но это не родной и не официальный язык в Республике Молдова. Поэтому сегодняшнее решение Конституционного суда, я думаю, что суд вообще, я вообще не понимаю этот вопрос, который сформулировали либералы, вообще, он немножко так вот, что им приспичило? А никто не понимает, а тем не менее, вот так. Извините, я не согласна, вот даже с этим запросом, который они сделали, потому что, ну, ничего. Лингвистические политики должны существовать в таком пространстве, как Республика Молдова. Еще в 2009 году я предложила, когда формировалось первое правительство, предложила создание департамента по лингвистическим политикам. Когда я говорю лингвистические политики, это не обязательно, имея в виду только языки, которые функционируют на территории Республики Молдова, а также преподавание, обучение иностранным языкам, международного общения и так далее, и так далее. К сожалению, мое предложение не было принято, то есть и на протяжении всех пяти с половиной лет никто на это внимание не обратил. Поэтому я считаю, что вместо того, чтобы мы сейчас как бы утрировали вот это решение Конституционного суда и что-то нам начинали бы вспоминать 90-е годы и думать о каких-то там разборках, которые вдруг начнутся на вот на тему русского языка, румынского языка, названия языков и так далее, мы бы лучше должны спрашивать самих себя, особенно тех, которые сейчас во власти, что мы делаем для того, чтобы все население Республики Молдова знало, учило, разговаривало и использовало румынский язык как официальный язык Республики Молдова и что делать государство для того, чтобы убеждать нацменьшинство, чтобы они любили свои языки и чтобы они учились в школах на гагаузском, на украинском, на белорусском, на других языках, на иврите, например, потому что, к сожалению, создается такое впечатление, что даже представители нацменьшинств не хотят учить на своем родном языке в своих школах. Это несколько другого. А русский язык вы специально не упомянули? Нет, почему? И русский язык тоже самое. Вы просто не назвали. Спасибо. Юля, вы как оцените? Русский конституционный. Во-первых, я сегодня тоже говорила с юристами после того, как узнала, что закон признан устаревшим. Это совершенно не юридический термин. Он абсолютно не находится в правовом каком-то поле и так вообще никогда не говорят, как мне объяснили. То есть нет такого понятия. Но, тем не менее, закон признан устаревшим. С сегодняшнего дня он не действует. Но подавалось на пять законов. Должны были рассмотреть пять законов, значит, пять документов. И четыре документа остаются действовать. Например, в законе о нацменьшинствах, который остается действующим, тоже упомянут русский язык, то есть тоже упомянут статус русского языка как языка межнационального общения. Я только госпоже Гуцу хотела, знаете, что сказать? Тоже как лингвист. Я тоже филолог. Дело в том, что русский язык не язык миноритариев, не миноритарный язык здесь. Потому что здесь он не 200 лет. Еще в повести временных лет, 12 век, было сказано, что угричи и тиверцы сидя хуби по Днестру, присидя хуб в Дунайре. То есть славянские языки здесь существовали всегда. И разговаривали на них люди совершенно разных национальностей. Поэтому очень сложно говорить, что это язык миноритария. Вам сложно говорить. Я тоже как лингвист изъявила свое мнение. Я написала книги на эту же тему. Поэтому возвращаться сейчас в 12 век, я не знаю, насколько это удобно нам всем. Мы должны исходить из социальной обстановки на сегодняшний день. Мы не должны забывать, что русский язык, даже если, я как лингвист считаю, что очень хорошо знать языки, знать русский язык здесь, в Республике Молдова, даже обязательно, потому что все-таки здесь открытие к востоку, да? В Дрептанскус. К востоку. С экономической точки зрения, с культурной точки зрения. Русский язык это язык носитель культуры. Это очень важно. Потому что, например, английский язык не всегда носитель культуры. Есть British English, есть American English, но тут вопрос, конечно, получается. Но русский язык все-таки, если брать с математической и социологической точки зрения, это язык 4,1% русских, которые остались у нас, которые считают себя русскими, но также украинцев, болгаров, гагаузов, которые тоже говорят на русском языке. То есть нации общаются у нас на русском языке. Вы говорите, больше половины населения. Я хочу вас поправить и сказать, что все-таки, если мы возьмем молодое поколение, вот возьмите студента в лице и обучающихся, они предпочитают общаться на английском. Сейчас многие из них не знают русский язык. К сожалению. То есть вы считаете, что в школах наши дети общаются сейчас по-английски? Ну сейчас назовите, пожалуйста, русский язык, русский язык, пожалуйста. Давайте мы посмотрим. Лингвистическая точка зрения это очень интересно и хорошо, но иногда она отрывается от реальной политической ситуации. В Молдавии на протяжении, вот начиная с 92-го года, 93-го, сохраняется, более-менее сохраняется мир между национальностями, междунациональностями, но в целом стабильная. И он и будет этот мир, господин Тодо. Вот и он будет. Гуцу, междунациональный мир это очень хрупкая вещь. Нет. К примеру, Украина показывает, как его легко нарушить. Это воперация. Я вас не перебиваю, позвольте заканчивать. Значит, это очень хрупкая вещь. Междунациональный мир. История Балкан, новейшего времени, история Украины, история Кавказа, Санкт-Петербург, история России, история Молдовы показывает, что очень легко нарушить. В Молдавии он установился, слава богу, вот последние 20 лет, сохраняется мир. Мы знаем прекрасно, как только затрагиваются вопросы, касающиеся языка, функционирования языков, русского, статуса русского языка, это очень болезненная тема. Очень болезненная. И, как правило, это происходит не снизу. Не снизу люди просят, сделайте нам что-нибудь, поправьте нам в этом отношении, в плане функционирования языков. А сверху находятся политики, недостаточно, скажем так, адекватные, мягко говоря, чтобы выражать дипломатическим образом. Хотя, на самом деле, они дослуживают других слов, нелитературных. Но находятся неадекватные политики, которые считают, что на зрел момент надо что-то порешать здесь. И начинаются запросы, конституционный суд что-то принимает, требования изменить что-то, статус русского языка и так далее. Зачем? Если есть, междунациональная установка нормальная, если есть более-менее какое-то социально-экономическое развитие. Есть интересы граждан, которые в целом, в целом, есть нарушения определенные, но в целом сохраняются. В конце концов, Молдова подписала хартию о функционировании языков, написано национальных меньшинств, и должна выполнять определенные обязанности по этой хартии. Но она не ратифицировала. Это не важно, господа Глуша. И Франция тоже не ратифицировала. Я переписал, сколько стран ратифицировала, сколько нет. Как правило, те страны, где ратифицировали и использовались, Молдавия подписала, и она соблюдает в определенных позициях это. Она соблюдает. Да. Так вот, удивительно то, я обращусь к нашим телезрителям, что те страны, где признаны не один, а несколько официальных языков, государственных языков, в тех странах, как правило, социально-экономическая обстановка стабильная, они развиваются, они прочитают. Швейцария. Четыре у них государственных языка. Астрия, Германия, Швейцария и целый ряд других европейских государств. Те страны, где не признано, не подписано, например, страны Прибалтики, где не соблюдают эту хартию, там, как правило, социально-экономическая напряженность, проблемы и трудности. Или были, или есть, или будут. Возникает допрос. Зачем это надо? Я думаю, что если наше руководство, нынешнее или будущее, которое будет после парламентских, выборов предстоящих, желает мира на молдавской земле, оно должно подсказать Конституционному суду и также парламентариям, что с этими вопросами надо очень аккуратно относиться. И я бы привел пример, вот Господа Гудсу наверняка в курсе, как к этому вопросу относятся в Румынии. Вот, например, в Румынии эту хартию соблюдают практически полностью. И там, в принципе, нет проблем никаких. И статус имеется... Так давайте объединимся с Румынией, и все, но мы тоже будем... По поводу обвинения, вы не меня убеждаете. Вы попробуйте убедить телезрителей. Мы знаем, что в Республике Молдова 85%, 85% против обвинения. Вы не меня убеждаете. Нет, откуда такие цифры? Нет, откуда? Только 20... Да, а в Румынии еще хуже, да? Вопросы, выборы, парламент показывают. Вы же будете участвовать в парламент, и у вас будет этот пункт программирует. Я благодарю вас. Вот давайте сейчас разберемся с одной, на мой взгляд, принципиальной вещью. Вот либералов выдают свой запрос замечательный в Конституционный суд. Давайте объясним нашим телезрителям, что дает статус языка межнационального общения, и почему некоторые не согласны с тем, чтобы у русского языка этот статус был? Юлия, вот вы как понимаете? Ну, значит, статус языка межнационального... То есть, когда задумывался этот закон в 89-м году, когда его принимали, то речь шла о том, что это язык общения между представителями различных национальностей в Республике Молдова. Это язык, значит, обучения для школьников из русскоязычных семей. Это язык части СМИ. И, значит, на этот язык переводится часть... При необходимости переводятся документы. То есть, если гражданин обращается в суд, и ему необходимо получить перевод, да, решение каких-то промежуточных документов, то согласно закону ему обязаны перевести. И более того, согласно закону, если он позвонит в какое-то это учреждение, то согласно закону ему обязаны ответить на том языке, на котором он обращается. Но, понятное дело, если он обратится на языке суахили, то ему, скорее всего, ответят на русском. То есть, из двух языков, которые, так сказать, самые такие... самые распространенные, скажем так, на территории Молдовы, значит, это либо государственный язык, либо русский язык. Вот что дает статус языка межнационального общения. Госпожа Абутовна. Нет, я не согласна с тем, что статус языка межэтнического общения дает это право. Межнационального. Межнационального. В законе там было четко... Это расписано, что гражданин действительно имеет право на то, чтобы ему ответили на письмо, на русском языке, на петиции и так далее. То есть, функционер, он обязан знать оба языка. Но это не статус межэтнического общения, понимаете? Если вы находитесь на улице и спрашивают вас на русском языке, как проехать туда-сюда, если вы знаете, вы отвечаете. Если вы не знаете русский язык, есть молодые люди, которые не говорят на русском, понимаете? Да, я знаю. Вы не можете его... Это неудивительно. Спустя столько лет, что у нас некоторые молодые люди не говорят по-русски. Понимаете? И вы не можете, основываясь на этот закон, убедить этого молодого человека, чтобы он ответил на русском, потому что русский язык это... Ну, хорошо. От чиновника необходимо требовать. Да. От чиновника да. Но я хочу сказать, что не обязательно на основании этого закона. Я не думаю, что все чиновники об этом оповещены, что они должны отвечать... Ну, это идет по инерции, понимаете? Мы живем в определенном пространстве. После... В 80-м году и нельзя было ожидать другого закона, чем тот, который был. Потому что это было... Советский язык был на грани коллапса. Русский язык все знали. То есть это был язык коммунистической доктрины. Мы все обучались в университетах. Определенные предметы были только на русском языке. Я закончила... Я русский выучила в детском садике. Такова была система, таковы были времена. Но мы должны понять, что это не может длиться, на протяжении... Времена меняются. Сейчас молодые люди предпочитают выучить английский. Хотя своим студентам я всегда говорила учите русский язык. Это вы правильно говорили. Я добавлю... Нет, я просто... Я сейчас вам предоставлю слово. Вот ключевые слова вы все время слушаетесь. Молодые люди, молодые люди. А у нас ведь есть люди... Ученики, студенты. Нет, секундочку. У нас есть люди так называемого третьего возраста. И эти люди уже вряд ли когда-то выучат государственный язык. А никто их язык не заставляет? Я вам объясню, почему. Ну, вот смотрите, есть инициатива о переводе инструкций к лекарствам. Вот почему парламенту было не проголосовать о том, что должен быть перевод и на русский язык? Просят они. Людмила, знаете... Им в ответ говорят. Нет. Людмила, знаете, что я хочу сказать вам про этот перевод? Получается, что... На лекарствах и на всех этих... Вы его видите? Я его вижу. Мне хватает моих знаний. А я не вижу. Он написан такими буквами, что физически его невозможно прочесть. Значит, нужно делать такими буквами, чтобы люди третьего возраста могли физически прочесть. Я вам говорю сейчас... Качество жизни... Я хочу сказать о другом. Качество жизни нам должно бы предоставить так, чтобы на баркоде вот приставил его на телефон, чтобы тебе весь расписали все, весь состав химический, откуда он идет и так далее. Но ситуация такая. Почему мы не думаем вот об этих гражданах, которые не выучат языка? Мы как раз с вами говорим и думаем об этом. Не думают те, как от кого-то зависит. Я имею в виду наше руководство. Не думает о том, как облегчить жизни граждан и условия их труда и так далее. То есть, к сожалению, мы знаем, что уже лет 10 в Молдавии руководство думает о чем угодно, но только не о нуждах граждан. И в данном случае, тема, которую мы обсуждаем, это доказывает. Вот что касается молодых людей. Я не совсем соглашусь с Готтарой Гудсу относительно того, что молодые люди, как правило, многие не знают русского языка. Как раз многие знают. И в большинстве своем предпочитают общаться на английском. И у меня было тому масса примеров. А многие из них... Ну где общаться? Наверное, за границей. Нет, в смысле, в большинстве из них предпочитают говорить на русском, между собой, здесь. На английском, понятно дело, за границей. Да, это оговорка. Но речь о другом. Обнаружилась очень интересная вещь, что граждане Молдовы, молодые, да студенты, аспиранты, я не знаю, там, закончившие вуз, которые выезжают за границу в поисках работы, знание русского языка, как правило, становится колоссальным преимуществом при нами на работу в Румынии и в других странах Евросоюза. Знания английского нет. Потому что английский знают очень многие в Европе. А вот русский язык, это, как правило, дает им преимущество. И те, кто может быть, я встречал таких молодых людей, которые находятся на тех же позициях, что и Анагуцу, но они, вот жизнь их заставила изменить отношение к русскому языку. Нет, почему? Господи, я не согласна с вами. На каких позициях? Что вы имеете? Ну, на ваших позициях, вот о том, чтобы в Молдавии был только один государственный язык, а все остальные, вот русский был наряду с 10-15 другими языками. Вот на таких позициях. Ну, это вы упрощенно все это так объяснили. На позициях больше политического концепции, подхода и так далее. Я всегда молодых людей, своих студентов, я их вдохновляла для того, чтобы они изучали. Было бы замечательно, если бы вы вдохновляли их не только студентов, а поддержали, это когда будете в парламенте. Статус русского языка. политический статус для русского языка никогда мной не будет поддержан. Но я скажу вам почему. Потому что русский язык достаточно презент, представлен. 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 Великолепно. Вы же сами говорите, что многие молодые люди не знают. Я бы хотела, чтобы иностранные языки были также представлены в Республике Молдова. Английский более-менее неплохо представлен. Да нет, не представлен. Я специально себе купила французскую карточку, чтобы иметь другую. Понимаете? Понимаете как? Вы не закончили представление здесь? Мысль о том, что знание русского языка повышает уровень образования молодых людей. И особенно за границей это очень ценится. Здесь, внутри страны, если он знает, конечно же, государственный русский язык, английский, это лишь только помогает им находить общий язык друг с другом. И это замечательно. В этом смысле все эти инициативы направлены на то, чтобы ограничить русский язык, ограничить его функционирование. А вот сейчас поясню. Давайте так. Ведет к различного рода непредсказуемым угрозам. Как рассуждают русскоязычные? Вот смотрите, они говорили как вначале. У нас есть решение, даже вот говорили, у нас государственный язык румынский. Русские там, если кто-то пытался, им что говорили? Не лезьте, это наш язык, мы лучше знаем, на каком языке мы говорим. Было такое? Было. Потом ситуация стала меняться. Русским стали говорить, как им говорить по-русски. Вы же у меня в эфире. Объясню. Я не имею права в эфире говорить о Кишиневе. Я должна говорить Кишиневе. Вы же, подожди, я сказала, что это неправда. Вы сказали, но тем не менее, есть решение Координационного совета, за который, секундочку, госпожа Гутцов. А я сказала, что они согласны. Это решение, ко мне никаких проблем не было. Я сейчас не о вас говорю, я не только о вас говорю, да? То есть дальше, русские начали говорить, как им говорить по-русски. Следующий шаг, появляется инициатива о том, чтобы русского языка, как вот хотят либералы, лишить статуса языка межнационального общения. Юля, как-то вот все вот эти моменты, они на какие мысли вас набудут? Я хочу просто сказать, нет, просто госпожа Гутца, я просто вам хочу сказать, что действительно сфера употребления русского языка очень сильно сужаются. И это видно, когда я, например, утром встаю и включаю телевизор, то по всем, по всем, я не знаю, там по 10 программам, одна за другой, идут передачи на государственном языке. Все эти вот утренние передачи, за исключением там одного, ну сейчас двух уже каналов, а так вообще было за исключением одного канала. Значит, я с удовольствием слушаю, потому что я практикуюсь, но люди, которые не понимают, то есть они считают, что их лишили огромного пласта информации. Дальше, значит, в медицинских учреждениях это просто, я сама с этим сталкивалась, когда мы приезжаем в медицинское учреждение на скорой помощи и, значит, объясняем, что происходит, говорят, говорите по-румынски. Ну я не знаю, если это верно, госпожа Гутца. Это верно, это верно, я вам потом скажу, в какой-то больнице было. Я хочу только контраргументировать в следующем. Моя дочь училась в Тестемициону, она медик-резидент, сейчас в Париже на стажировке. Я хочу сказать, что да, русский язык это был единственный предмет ее школьный, по которому я помогала ей, потому что она не выучила его с детства, она в пятом классе начала его изучать, ей было очень тяжело. Она пошла в школу, все уже говорили на русском, она в панике постоянно была. Эта паника ее преследовала и в медицинском университете. Вот, например, завтра у нее какой-то экзамен. Говорит, мама, я так боюсь, вот пойду сейчас в больницу, а там мне попадается русскоязычный пациент. Я опять начну осмобылбы, буду... И так и случалось, но она старалась быть на уровне, то есть она никогда не отказала говорить на русском языке, наоборот, она это суммировала. Это хорошее, это хорошее. Это не единственный случай, к сожалению, такие случаи происходят довольно часто. Более того, я узнала, что это происходит даже в частных клиниках. То есть я могу понять, когда там муниципальные больницы, куда мы приехали. А зачем мы сходим? У нас есть совет по недискриминации, там есть много жалоб. Да, действительно, там много жалоб. Значит, дальше, понимаете, политизация языка приводит к тому, вот вы умный, интеллигентный человек, вы понимаете, если бы все понимали так, как вы, вопросов бы не было. А так как не все далеко понимают так, как вы, то возникает вопрос, значит, эти вопросы обрастают всякой политической мишурой, и попробуйте проехать в общественном транспорте, если там кто-нибудь поднимет языковой вопрос. У меня была вот история, когда в общественном транспорте кондуктор, значит, пристала к какой-то пожилой женщине говорить по-румынски. Я достала телефон мобильный, позвонила своей подружке, назвала ее по имени-отчеству и сказала громко, что здесь происходит в этом троллейбусе номер транспортного средства, здесь происходит акт дискриминации. И кондуктор сразу вспомнила, понимаете, но это как бы, это смешной, смешной случай. Нет, это не смешной случай, это, мы говорим о уровне К сожалению, таких вещей очень много. И вспомните 90-е годы, когда в 90-х годах вот таких вот мелких, как бы мелких, вот таких вот бытовых вещей начался Приднестровский конфликт. И часть территории у нас из Двиницы. У меня и свое мнение, я считаю, что Приднестровский конфликт, это был не языковой конфликт, не забудьте, что до сих пор там в Приднестровье русская армия 14-я находится, 22 тысячи тонн. Не, ну началось, то с чего? Вы же помните, это был не языковой конфликт, поговорите с любыми экспертами, они вам скажут, что это был Я говорила со многими депутатами. Я говорила что эксперты разные, исследования проведены. Это был конфликт обыкновенный, который возник из-за России, потому что Россия привыкла везде, на всех этих территориях. На Украине тоже языковой конфликт? Нет, я говорю в 89-м году, когда еще Советский Союз не распался. Тогда все началось с того, что здесь объявили Это был конфликт языковой, как раз принятый, и как раз принятый, и как раз принятый. Мы не станем вас переубеждать, я просто знаю, что закон 89-го года именно тогда был принят, потому что возникло то, о чем. Вы хотите что-то сказать? Пожалуйста. Тут такая тема, мягкий. Конечно же, вопрос языка тогда, возникновения Приднестровского конфликта, сыграл важную роль. Он был одной из причин, были и другие, разумеется. Другие были, конечно. Но это был один из ключевых. И я хочу привести пример, вот вы упомянули Украину, господа Гуца, а тут очень интересный момент есть. Я разговаривал с политологами из Украины до 2014 года. В 2010, в 2011, в 2012, я помню, как некоторые из них так высока говорили, ну вот вы тут понимаете, немножко так все-таки не совсем правильно идете по демократическому пути, вот у вас был Приднестровский конфликт, вы не сумели обогнуть, а вот мы, Украина, мы вот видите, как хорошо, у нас все мирно, тихо, спокойно. Потом произошло то, что произошло, и уже с ними же, с этими людьми, общаясь после 2014-2015 года, они мне прямо говорили, ты знаешь, а мы недооценили ваш опыт. И так и мне говорили, что наши проблемы на Донбассе произошли во многом по лекалам Приднестровского конфликта. То есть начало конфликта на Донбассе началось, с чего началось? Одно из первых решений новой власти, которая пришла на волнование Майдана, была отмена статуса русского языка на Донбассе. Вообще на Украине и для тех районов, где много было русских и русскоязычных. Это был первый шаг. А дальше понеслось. Это не поверхностное, понимаете, это не шутки. это факты. Знаете, мы не забудем, что Донбасс это богатый регион, и что там были совсем другие Приднестровья тоже для нас вся промышленность. Но дело не в этом. Вот давайте так, сейчас рассуждаю. Вот вы даже несмотря на ваше мнение о русском языке, то, что вы когда писали законопроект, вы говорили, что вот эта инициатива либералов вы не очень хорошо понимаете. А вот давайте теперь я хочу сказать, чтобы было очень четко. С кончку вопрос. Вы сейчас ответите. Либералы, они упали в рейтинге, и им нужна была какая-то фишка. Но смотрите, в чем опасность, на мой взгляд. Вот что с вашей точки зрения для общества, для мира и спокойствия означают такие инициативы? Юля, вы как вы считаете? Ну ничего хорошего они, конечно, не означают. Понимаете? И для общества вы же прекрасно понимаете, что каждый раз вот вообще вопрос языка здесь, когда у нас поднимается, во-первых, это очень чувствительный, это сразу же вызывает целую бурю эмоций у людей, это сразу же вызывает, значит, то есть это просто очередной, это просто очередной камень в общественное спокойствие, да, в общество. Это сразу же начинает, значит, опять начинается деление, вот это вот дробление по группам и так далее. То есть я согласна с вами абсолютно, что это чисто такой электоральный шаг, значит, не зря, между прочим, сегодня, опять-таки, перенесли из 29-го, но сегодня, на после выборов, его вообще-то... Тем не менее, он будет иметь последствия. Вот смотрите, если этот закон устарел, то наверняка... Никаких последствий не будет. Скажи, я вам предоставлю слово, то наверняка, вот я вот уже почитала реакцию соцсетей, да, то люди говорят, ну нам нужен тогда, получается, новый закон. Я подумала себе. Никто его не разработает. А возникнут такие политические силы, которые возьмут и предложат русский язык уже в качестве второго государства. Почему бы нет? Если не устраивал язык межнационального общения, давайте примем вторым государственным. Зурак, как вам? Если отменен этот закон, а другого нет уже, у нас нет другого закона функционирования законов. Нет, не знаю, что мы правильно говорим, вот отменен. Был ли он отменен? Я не знаю, если решение сегодня... Ну вот устаревшая такая формулировка, понимаете? Мне кажется, очень интересная формулировка, но тем не менее. Он не отменен. Чтобы его отменить, нужно две трети голосового парламента. Ну вот Конституционный суд принял такое решение. Могли ли вы подумать, госпожа Гуцу, что наш Конституционный суд примет решение, да, спасибо, примет решение, чтобы на два часа приостановить полномочия принадлежа. Нет, конечно. Поэтому давайте мы не будем удивляться. В нашей стране возможно это все. Был этот закон, плох он был или хорош, по крайней мере он действовал. И в принципе большую часть населения устраивала. Во многих нормах он не действовал. Но это не страшно. Вы знаете, что у нас масса законов одни не действуют, другие действуют, другие действуют наполовину и так далее. То есть существует парламент, чтобы определять. Но власть, нормальная власть, она предпринимает все возможное для того, чтобы обстановка в стране была спокойной и способствовала экономическому и прочему развитию. Ну как бы демпартия, она пытается. Мы видим, как она пытается. Сейчас, значит, если нет... Но я знаю точно, что очень многие левые партии отказывались от идеи введения второго государства, именно потому, что они боялись, говорили, ну зачем мы будем будораживать общество. А либералы, смотрите, они не боятся. Значит, естественно, в новом парламенте, скорее всего, возникнет тема, что надо принимать другой закон, потому что неизбежно возникнут какие-то конфликтные ситуации. И можно себе только представить, вот вы начали и сказали об этом, какие возникнут страсти на эту тему. Мы действительно, я возвращаюсь в ту мысль, которая была в начале, мы вернемся к началу 90-х годов. Когда возникнет тема действительно повысить статус русского языка, почему нет? И будет ссылаться на хартию. европейских языков и на хартию прав национальных меньшинств. А вы знаете, в Европе очень много хорошего приняли в последнее время на эту тему. И уже не в начале 90-х годов, когда не было опыта, не было на кого ссылаться, а уже вооруженные, вот левые партии, вооруженные опытом европейских стран, опытом, например, некоторых стран, где, ну скажем, в Словении, там есть статус хорватского языка, понимаете, удивительная вещь. Статус хорватского языка принят в Словении, хотя хорватский, славянский язык это одно и то же. Это сербо-хорватский язык, который, ну в Словении он принят отдельным, значит, строкой, хорватский язык. И добиваются того, чтобы, значит, в Сербии было принято статус хорватского языка и так далее. Хотя вся Югославия говорит на сербко-хорватском языке. Так вы можете представить, что это создаст возможности для национальных меньшинств повысить статус своих языков? Раз. Естественно, у правых партий, у радикальных правых партий будет желание лишить вообще любого статуса. И вообще в идеале довести до такого состояния, когда вот говоришь на русском языке. Вот у нас сайт парламента, он у нас на государственном, на английский и французский. Возникает вопрос, в сайте возникает допрос, зачем все это надо? Поводит сайт французский. Играет сонда. Марика, поправочку. Кстати, да. Английский и французский версия это все то, что осталось от меня. Потому что я этому способствовала. Да. Жалко, что вы еще на русском. Со своими пучками. Сейчас там еще не переводится. Вот только хотела сказать, что это переводится. Я знаете, что хотела сказать? Значит, дело в том, что, по-моему, году в 10-м или 11-м шла речь о перепринятии закона о функционировании языков. Мишин тогда выдвигал эту инициативу и, соответственно, существует другой законопроект уже после 2014-го. Уже утратили. Те законы, которые предлагаются. Новый парламент. Важная вещь. В молдавском обществе существует глубокое недоверие ко всем органам власти. Мы это знаем. Поэтому любое, что будет предлагаться и вот в отношении отмены от закона, в отношении принятия новых, это все будет воспринято с недоверием. И раз существует недоверие, следовательно, любая инициатива будет воспринята в штыки, даже если она будет направлена на благо. Поэтому еще раз повторю главную мысль. Власть нормальная, должна думать о гражданах и о том, чтобы способствовать их нормальной жизни. Эти инициативы только раздражают людей. И, конечно же, совершенно верно, одно дело, когда мы говорим на определенном профессиональном уровне, лингвистическом, политическом и прочее, другое дело, когда это волнами доходит до людей, которые не являются профессионалом в этой сфере. И, разумеется, по-своему понимают, как применять эти индивидуальная перцепция через свой внутренний мир. В итоге возникает вопрос, зачем? А нет ли, чтобы взял бы Конституционный суд, да и принял бы какое-то решение, которое, наоборот, способствовало объединению всех граждан. Объединило бы вокруг какого-то решения, мысли, идеи всех граждан разных национальностей. В это верится. Я верю, это должно быть. Конституционный суд не для этого создан. Ну, нет, ну, допустим, теоретически, если бы он думал на все граждан, он бы сказал, он бы вывез бы такое решение, что данный вопрос не относится к компетенции Конституционного суда. Нет, вы знаете, Конституционный суд не должен руководствоваться даже теми категориями, о которых сейчас говорите вы. Он должен строго действовать в рамках своих полномочий, он должен проверять на конституционность все запросы и говорить, конституционно или нет. А вот эти все трактовки, это уже, извините, самодеятельность. Вот мы с вами мучаемся, да, пытаемся как-то что-то понять. А вот я тоже в Фейсбуке писала статус, что народ пишет еще и такую вещь. Это дело просто в элементарной русофобии. Ну, русофобская у нас власть. К сожалению, вот такие вещи, которые мы свидетелями, которые мы становимся, да, по отношению сейчас вот, что у нас происходит с Россией, говорят о том, что, ну, вот не хотят, чтобы функционировал русский язык на территории Республики Молдова. Что скажете? Я считаю, что никакой закон, принятый, например, вот за ночь, придумали мы закон, и с завтрашнего дня все должны будут говорить только на румынском языке. Этого не случится никогда, понимаете? Языковой вопрос это философский вопрос. И не забудьте, что социальные менталитеты, они меняются очень медленно. мы должны рационально думать о том, что наше пространство географическое, специфическое, мы должны ратовать за права всех членов общества без никакой дискриминации, и не надо никого ненавидеть, чтобы русские ненавидели румыноязычные. И школы русские закрывать не нужно, правда? Я правильно понимаю? А зачем закрывать? Если они есть, если есть ученики. И, кстати, я знаю, почему меня об этом спросили. Ну, потому что закрыто много русских школ, особенно во времена Майя Санта. Да ну нет. Ну как нет? Не забудьте, что закрылись и румынские школы. Есть статистика, когда билла закрытые румыноязычные румыноязычные школы, тогда были вообще комассированы школы, закрылись школы. Ну, как никогда. Потому что у нас не рождаются дети. Извините, но за 12 лет число учеников уменьшилось в три раза. Как держать эти школы, платить за свет отопления и так далее? Поддержите, если у нас нет учеников. вот так голосует за те вещи, которыми у нас вот каждая власть, да, которые мы становимся свидетелями. У нас все хуже и хуже. Хотите мое мнение? Говоря о школах. Нет, я хочу о русофобии, ваше мнение. Я сказала, что... То есть вы считаете, секундочку, это не просто, это не есть русофобия? Вот такие законопроекты вот в череде. Я считаю, что это... Не хочу, как назвать. Эти проекты не приносят ничего конструктивного к социальному миру, потому что я человек, который ратует за пакс социалис, за социальный мир в обществе. Это правильно, понимаете? Да, да. Я считаю, особенно вот... Ну, статус межит... Ну, что это дало либералам? Я не понимаю вообще, что было у них в голове, когда они обратились... Ну как, вот теперь пойдут они на выборы и будут говорить. Смотрите, какие мы молодцы. Да, ну, родители. Мы вот подали запросы благодаря нам. Они так думали. Вот мы... Мы путешествуем. Я... Это бывшие мои коллеги, но я повторяю. Они сейчас в низком рейтинге... Ваши бывшие коллеги, можно их назвать русофобами? Учесть ли учесть все их инициативы? Да или нет? Если это... Да или нет? Я не могу ответить да или нет. Я хочу сказать, что великорусский шовинизм... А, то есть вы хотите сейчас поговорить о шовинизме. Не-не-не. А то... Это действительно заслуживает отдельного отношения. Да. Но инициативу либералов я не поддерживаю. Ну, и уже общий своих оценит какой? Да, то есть вы не хотите. Зура, а вы как хотите? Приятно слышать, что бывший либерал не поддерживает инициативу бывших коллег по партии. Приятно. Русофебы, к сожалению, существуют, да? Ну... Дайте пример, чтобы я поняла. Удивительная вещь. В нашем обществе. Я даже в вашей партии бывшей назову. Юрий Керенчук. А, что с ним? А, когда... А, я даже не знаю. Вот, значит, мы сейчас... Он высказывает его. Это бывший министр транспорта. И мы все поймем. Который, значит, написал совершенно русофобский пост в фейсбуке. Оскорбительный. И мы подали, да. Вот он подавайте на него суд. Мы подали. И, значит, и вот сейчас Александр Рожко выиграл у него суд. И вот сейчас вот 23 июня вот мы идем уже ассоциацией. Ну вот видите. Значит, дальше. Нет, я уточню. Он назвал всех русских пьяницами и лентяями. Нет, секундочку. Это важный момент. Значит, господин Валерий Унти, который позволяет себе тоже русофобские выпады, в том числе в фейсбуке. Господа, госпожа Алина Зотя. Да. Это люди, которые просто в публичном пространстве, понимаете, пишут такие, ну совершенно, то есть заявляют такие вещи, за которые в принципе вообще грозит уголовная ответственность. Ну, подавайте на них суд. Понимаете, мы когда подали в суд, когда мы написали в прокуратуру против Керенчука, он тогда еще был министром. И нам прокуратура сказала, что он как гражданин может говорить все, что хочет. Вот после этого у нас началась вот эта вот долгая судебная тяжба. Понимаете, тут такое еще дело, что у нас рука руку моет. То есть пока человек занимает какой-то фото, вот вы не понимаете. Например, я хочу сказать, что все эти настроения, конечно, это очень плохо, когда они идут от официальных лиц. Но в публичном пространстве мы можем встретить что угодно. Например, есть страница в фейсбуке, где унионисты изображены как бы и вешать надо и так далее. Это плохо. Я хочу отметить, у нас есть проявление и русофобии, и руманофобии. Это есть. Это скорее ближе к правде. Это и то, и то есть. Если почитать комментарии иногда к некоторым постам, то там действительно можно встретить все, что угодно. Абсолютно. задача тех, кто находится у власти, в частности того же Конституционного суда, состоит в том, чтобы не разжигать, не развивать. Ну, Конституционный суд это квилибристика. Вы обращайтесь к партии. А где партии? Конституционный суд. Это орган высшей юридической. Высшей юридической власти. Власть не должна способствовать и разжигать. Она наоборот должна понижать градус взаимной неприязни и делать все возможное, чтобы представители разных национальностей, носители разных языков... А власть это делает, как Зурапус. Последние заявления в адрес Российской Федерации. А в том-то и дело, что, к сожалению... Не госпожа Гуцу говорит, а власть. В последнее время. Кстати, в тот период, когда мы с госпожа Гуцу находились в парламенте, власть не была еще такой русофобской, кстати. Да. Вот видите. Мы лично много спорили, иногда даже невестеприятно, но то, что я сейчас наблюдаю, вот приведенные примеры Гаппирона Семенова показывают, что эволюция неблагоприятная. Эволюция в сторону... Извините, ради бога. Вот насчет того, что запретите финансирование с бюджета русских школ. Это придумали? Вы не говорили этого? Люда, я хочу вам... Да, вот мне интересно. Вот я хотела именно об этом вспомнить. Мы были в парламенте на обсуждении комиссии. Господин Петков, который сейчас сегодня афишируется на телевидениях оппозиции, да, он имеет Омегу, да, вот это агентство. И шла речь об объединении школ. Шла речь об объединении двух школ на севере, по-моему, Дроки Дандушана что-то такое, когда русскоязычные дети должны были идти в ту же школу с румыноязычными детьми. И тут пришел аввокат Лупопоролу и не знаю что, и начал, что такое? Это дискриминация русских и так далее, и так далее. На что я сказала? А вы знаете, что в Молдове, в республике Молдова права нацменьшинств очень довольно таки хорошо описаны в нашем законодательстве. Другое дело, не что не выполняется. Нет, нет, нет. Людмила, да, да, да. Вы знаете, что, например, существуют страны, где обучаться на языках меньшинств, это оплачивается не из госбюджета. На что господин Петков пишет в Омеге Гуцу за то, чтобы русскоязычные школы не финансировались. Извините, пожалуйста, есть видео. Я не настолько человек... То есть вы за то, чтобы русские школы финансировались с госбюджета? Об этом коды эдукации пишут. Все, вот сегодня мы разорвались. Петков, Петков мне просто сделал подляну. Извините за выражение, но... Это хорошее русское слово. Я думаю, что он не хотел... Госпожа Гуцу... Он хотел специально это сделать, чтобы дискретировать меня, и тогда я получила массу... Это политическая борьба. Я тогда получила массу Амененцерку Муарте, которые до сих пор не Нусунты Лучедати. Пришли тогда из прокуратуры и так далее. Так, так. Я думаю, что... Хорошо говорить правду. Что... Госпожа Гуцу просто демонстрирует хорошее знание русского языка. Она знает слово подлянка. Поэтому это хорошо. Нет, там детали могли быть какие-то... Я не думаю, что господин Петков господин Петков преследовал какую-то очень такую плохую цель в отношении вас. Поверьте мне, плохую. Пришла, видимо, о какой-то политической ситуации. Мы тогда были оппонентами, и у него, конечно, поведение в парламенте было. Мы говорим о том, что власть, к сожалению, в последнее время проявляет руссопопские тенденции. Это мы видим и в отношении дискриминации русскоязычных СМИ, в отношении запрета русских программ, непонятно на каком основании. И можно еще один нюанс? Может быть, вы все прокомментируете. Вспомните, пожалуйста, у нас вот в руководстве страны как много есть русских? Извините. Извините за такой вот вопрос. Не является ли это показателем политики по отношению к тем, кого мы национальными меньшинствами называем? Да, является. При коммунистах, например, были хоть редкие, там, маложены, можно вспомнить, да? Можно вспомнить многие представители правительства другой национальности. А сейчас вот я вспоминаю, что все члены Конституционного суда у нас румынами себя называют. Я знаю, что у нас спикер называет себя румыном, премьер называет себя румыном. Я хочу в этом плохо. Я не говорю, что это плохо. Это идентичность. Это их право. Я хочу увидеть, правильно, я хочу увидеть среди руководящих постов людей русской, украинской и других национальности. Украинцы, говорящие на румынском языке, не являются членами политических партий, чтобы они не являются членами политических партий. Пожалуйста, Зура. Тут вопрос понятный. Если хотите быть во власти, пожалуйста. Вы же понимаете, что сейчас у нас сейчас только родственники во власти. Мы как-то в средневековье живем. А, вот так это другой вопрос. Мы должны задаваться вопросом, являемся ли мы настоящей демократикой. Вы знаете ответ на этот вопрос, госпожа Бутинская. Пожалуйста. Если мы провели бы исследование относительно национального состава органов власти, то получило бы наверняка, я так на скидку приблизительно скажу, что 95-98% либо румыны, либо молдаване. А остальные никак не представлены. При том, что по разным данным от 25 до 35% представителей проживают в Молдаве и представители других национальностей. Ну а депутаты есть у нас в парламенте, которые не говорят на румынском языке, для которых переводятся. Все замечательно. По депутатам ситуация другая, но правительство другие. А почему? Дудогло был депутатом правящей партии без знания языка. В органах власти, которые принимают решения, практически не представлены. Не захотел быть во власти. Там, которые распоряжаются... Я хочу видеть министров, например. Здесь явный перекос. Здесь явный перекос. И я знаю, что время от времени возникает тема о том, что должно быть уровень демократии повышен в Молдавии. И в том числе и в этом вопросе. Рано или поздно, конечно же, новая парламентская фракция, которая будет, скажем, заниматься этим вопросом, левых партий или правых, я не знаю, вдруг и правые тоже об этом подумают, конечно же, должны будут обратить на это внимание и соответственные меры какие-то принять. Но, с другой стороны, во многих европейских странах неблагополучно в этом отношении. Если вспомнить, допустим, Бельгию, там, несмотря на то, что она демократичная, но там очень-очень много трений между волонцами и тех, кто считает себя французами. Но это, понимаете, господин Томова, эта ситуация является la raison d'être, то есть, смысл существования самой Бельгии. История существования Бельгии это история лингвистических конфликтов. Юля, вы хотите что-то добавить? И закладательства. По поводу расхода. Да, я хочу добавить, что, понимаете, вопросы вообще, языковые вопросы, к сожалению, в Молдове, они никак не могут быть рассмотрены вне контекста политического. Они могут, они же не джаня. Они могут, да, действительно. Если бы Селина, например, просто так вот поболтать красиво о словообразовании, на лингвистические политики, которых и ни одно правительство не предложило себе это сделать. Не предлагает, да. Ну вот, а что касается... И всегда говорила, при этом мы не хотим трогать, потому что... А что касается... Это очень важный вопрос. Очень счастливый вопрос. По-разному понимают, как мы по-либо проводим. Она сейчас просто насаждается. Она просто... Это просто делается специально. Во-первых, я, честно говоря, не понимаю вот тех родителей, которые не учат своих детей русскому языку, потому что они просто кусок будущего сразу уже отрезают. Урезают прямо вот так вот. Во-вторых, понимаете, сейчас периодически начинается вот такая вот русофобская истерия, которая подогревается властями. Подогревается. Не успели... Не успел воскреснуть Бабченко. А, значит, наш спикер уже сказал с намеком, что убийство журналиста должно быть рассмотрено. Это вызов цивилизации. Это вызов цивилизации. То есть... А ведь речь шла о том, что его якобы убили русские спецслужбы. На следующий день он воскрес. И... Подставился. То есть, понимаете, это все... Потом, значит, возрождение организации... Ну, Гуам, не Гуам, но что-то около того. Гум, да. Гум. Что-то около того. Причем, действительно, там было очень смешно. Когда на пресс-конференции стоит, значит, наш спикер, я не помню, кто был со стороны Грузии. И... Со стороны Грузии не помню, кто был спикер или премьер. И, значит, спикер Украинской Рады. И... на... английском языке, то есть, вопрос кто-то задает, там, на украинском, на русском. И на английском языке, значит, начинает отвечать грузин, начинает отвечать наш спикер. Тот спикер украинский стоит с наушниками. Все говорят по-русски, понимаете? Стоит, значит, с наушниками. Потом он снимает, значит, когда он начинает отвечать, на украинском, то те надевают наушники. И дошло дело до того, что я просто лежу вот на пресс-конференциях, когда, или на каких-то форумах, когда, значит, кто-нибудь из журналистов поднимает руку и говорит, вы извините, я буду говорить по-русски. Ну, что это такое вообще, понимаете? Ну, как это в Молдове вообще можно, можно, вот, до такого состояния довести? А, нет. Вы знаете, вот эта фраза не только в случае русского языка употребляется. Существуют разные конференции на разные темы в зависимости от языков, которые обеспечат перевод. Ну, правильно. Научная конференция. все говорят на английском и находится там какой-то, который не знает английского, говорит, извините, а будет на румынском. Ну, это хорошо. Это понятно. Наденьте, пожалуйста, наушники. А это когда пресс-конференция в Молдове, в двуязычной. Хорошо. Давайте еще каратенечко так. А может, я просила бы вас, чтобы вы спрогнозировали, как подобные инициативы, подобные решения скажутся на решении предмистровской проблемы. Ведь они же в курсе всего, что у нас происходит. Мы с ними в формате 5 плюс 2 встречаемся. Как это скажется? В Риме побывали, да? Очень просто. Да, в последний раз. В Риме, да. Все, что касается лингвистических проблем Республики Молдова, тем более статуса русского языка, разумеется, очень внимательно рассматриваются в Приднестровье и никаким образом решения, которые там ущемляют статус языка или угрожают ущемить, или просто создают почву для разговоров на эту тему, разумеется, создают еще более высокое недоверие между левым и правым берегом. И, конечно же, никак не приближает перспективу регулирования, которая и так понятна, что она очень далекая. Но в любом случае тут диалог идет и это уже хорошо. Потому что, скажем, есть другие конфликты, там Нагорно-Карабаски или там там вообще никакого диалога. Ну, диалог-то есть, но нету никакого общения между... Я поняла, а мы сейчас спросим госпожу Гуцу, либералов вообще волнует? Что думают в Приднестровье? Как вы думаете? Я не знаю, о чем думают либералы, я скажу вам свое личное мнение. Мы были столько лет, госпожа Гуцу. Сколько лет? Сколько лет? до 4 года потом выгнали меня. Достаточно времени. Ну, серьги обратно требуют, мое мнение. Я хочу эту историю. Ловлю господина Тодова на слове. Приднестровский конфликт, решение этого конфликта очень далеко и не видно. Я считаю, что этот конфликт не будет решен, поскольку это невыгодно России. Россия диктует в формате 5 плюс 2. Так и западу не очень-то выгодно. Нет, западу выгодно, чтобы здесь был мир. И вот этот статус-кво, давайте мы их в Вену прогуляем, а теперь в Рим давайте. Если бы западу выгодно. Покажем им Рим, потому что Фратини в ОБСЕ, да? Ну и вот так вот, якобы, маленькими шагами, политика маленьких шагов, мы признаем их дипломы, мы даем им возможность, чтобы они регистрировали свои машины, за которые они ничего не платят в наш... А нынешняя власть заинтересована в решении Днестры? Нет, конечно. Спасибо. Потому что у них есть свой бизнес на Днестре и так далее. Спасибо. Вы знаете, что я ратую за объединение с Румынией. Да, мы в курсе. Пока до Днестра. А дальше видно будет. Поняла. Юлия. Да. Ну, смотрите. Значит, накануне 29 мая Красносельский сделал заявление в интервью Российской независимой газете. Он сказал, что значит, вот это вот вызывает, то есть намерение обсудить этот вопрос о статусе русского языка вызывает и у него, и у политического класса Приднестровского. Я не могу сейчас точно татировать. Значит, в обществе озабоченность очень серьезную. Хотя у него жена умынка с румынским паспортом. Сегодня, значит, было распространено заявление пресс-службы Башкана Гагаузи к Конституционному суду, которые обратились. Накануне еще заседания. Накануне, да? Да, накануне заседания. Они обратились к ним. Вот, они обратились, значит, в Конституционный суд с просьбой очень внимательно рассмотреть этот вопрос, потому что эта тема очень чувствительна и для Гагаузи, и в том числе. И что... Для политиков Гагаузи. И для граждан, ну что вы? И для граждан. И для граждан. Нет, они обрабатывают. Обрабатывают. Как раз, так вот, землю они обрабатывают, там очень спокойно. Они очень спокойно дышат. Госпожа, вот не надо так представлять Гагаузи, Гагаузы, как люди обрабатывают. Обрабатывают на малые. Безусы, Юля, заканчивают. Гагаузы, наоборот. Гагаузы, на самом деле, очень активны, политически активные люди. И сколько бы там, понимаете, здесь-то уже как бы жара спадает, да, то есть люди устали, а там ничего еще. Они там не устают, они памятник построили с изображением Советского Союза. И что? Да ничего, что? Хорошо, построили, да. Застряли. Но как застряли, понимаете? Ну и что? Мне кажется, что главное не нарушать закон. Мы что говорили с вами? Они застряли. Вы были в Дармише. Вы хотите что-то добавили? Я хочу просто сказать, что я была, потому что вчера я чуть не училась. Юля, я в Дармище. Очень коротко. В Дармия, я потом скажу. Юля, спасибо. Очень коротко. Очень коротко. Нельзя навязывать людям, гражданам страны, которые платят налоги и ведут себя законопослушно, на каком языке им говорить и как на каком языке думать. Это первое. Второе. Молдавия – это особенная страна. И здесь, если людей доведут до крайности, они будут защищать свои права. Вот и все, что я хочу сказать. Поэтому власти нужно сильно думать. Поэтому господин Буцеллигару, давайте мы спросим гагавузов, болгар, русских, украинцев и молдаван, как называть свой язык и как... Граждане Молдовы. Мне кажется, они предпочитают уезжать из Молдовы. Выключите, пожалуйста, все микрофоны. Я попытаюсь сейчас завершить нашу программу. Вот вы знаете, что бы Конституционный суд наш не принимал, да хочу напомнить. Есть статья 13 Конституции Республики Молдовы, в которой замечательно написано, что государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны. Я очень надеюсь, что, по крайней мере, эту статью наш Конституционный суд не отменит. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин